Немного в замешательстве, потому что слишком переполняет эмоции, какие-то впечатления. Поездка такая очень насыщенная получилась во всех смыслах. Это, конечно же, когда ты на коляске и отправляешься в другую страну или куда-то. Миллион вопросов. Ты не знаешь, помогут ли тебе, ты не знаешь, доступно ли у них, не побоятся ли они работать с тобой. Мы говорим о активном или даже экстремальном виде спорта. Поэтому было много вопросов, была предварительная переписка. Мы обсуждали какие-то моменты, связанные с медицинским заключением, с приездом, еще с чем-то. Но когда мы приехали на следующий день в дайв-клуб, дайв-центр, ИЛИАС, все было максимально дружелюбно. И мне понравилось, что все было максимально оперативно. Потому что задача изначально была именно прохождение курса, а не просто приехать в полной ряде. Да, меня сразу же... Я общался с руководителем моего супруга. Он меня сразу же познакомил с двумя инструкторами, которые в дальнейшем всегда были со мной. Это Хенди и Киру. И все. Дальше мы уже там занимались бумагами, брифингами, обучением. То есть прямо в этот же день у нас уже через пару часов уже было первое погружение. Я еще, наверное, добавлю насчет подготовки и того, что о центре, о дайв-клубе я узнал через интернет. Я предполагал, что... Ну и знал, и предполагал, что у них есть какой-то опыт обучения людей с инвалидностью. Но для меня было прям приятно неожиданностью, насколько он все-таки был большой. Потому что это действительно не какие-то единичные случаи, а это именно опыт работы с большими группами, когда там 9 человек условно из Германии приезжают, и они обучаются, погружаются. То есть это действительно команда и центр, которые имеют большой опыт. И это, конечно, да, то есть этот центр я бы назвал его, ну, по сути, уникальным, потому что накапливать такой сложный опыт, его непросто. Нужно время, люди там. Ну, я для себя многое узнал вообще про свое дыхание на самом деле, потому что в воде оно совсем по-другому. Я не думал, что там от положения моего тела мне будет легче или проще дышать, что я могу настолько регулировать там положение в воде с помощью своего дыхания и за счет там наполнения легких, что я могу регулировать свою глубину. И что это навык, который можно тренировать. Вот. Также были определенные эксперименты с руками. Для меня некоторые движения руками, они в воде, наоборот, затруднены, потому что отсутствует гравитация. И мы стали там с одним из инструкторов как бы обсуждать это и подвешивать грузы такими браслетами на запястье. В один день мы пробовали, мне кажется, 100 грамм, потом еще добавляли. И таким образом мы несколько расширили то, что я могу делать руками в воде. То есть эти грузы позволяли немного добавить гравитации и, соответственно, упростить мне какие-то движения. И мне кажется, ну, это такой прям огромный простор для творчества, потому что здесь можно чуть-чуть подумать, может быть, ближе к локтям груз крепить, и тогда это для меня добавит что-то другое. Может быть, еще даже больше груза. Ну, в общем, это такое открытие. Первое погружение у нас было такое больше, скажем так, техническое, с берега. Нам нужно было просто попробовать, как я буду себя чувствовать в соленой воде, если она попадает в маску, в нос, ну и вообще как бы в море. В рамках этого погружения как бы все было такое. Просто определенные задачи понять, сделать какие-то упражнения. И здесь все понятно. Потом уже у нас было два дня, по два погружения в открытое море на определенных дайв-сайтах. И это уже, конечно, такой, ну, непередаваемый словами опыт. Начну с того, что море вообще офигенно красиво. Я само по себе, даже просто вот снаружи, то есть когда мы плыли на, собственно, катере, на лодке до нужных мест, то есть цвета моря, они прям, ну, то есть ты смотришь на какую-то фотку и кажется, может быть, она какая-то отредактированная или еще что-то. А оно на самом деле такое. То есть там, когда уже оказываешься под водой, там своя, своя гамма всего. Как воды, так дна, я уже не говорю там про кораллы. Мне не хочется хвалить кораллы, потому что, ну, их нельзя похвалить, потому что, ну, то есть их нельзя словесно описать. Они настолько сложно красивые, что это просто надо видеть, потому что это какое-то чудо природы. И, конечно, возможность их увидеть, это прям стоит того и стоит всех тех усилий, которые были приложены. На второй день, когда мы уже отправились в более глубокое место, глубина гораздо больше была, и там был более такой красивый риф. Когда я только опустил голову, собственно, в маске под воду, первая мысль, которая мне пришла, это просто «О май гад!». Ну, первое, что, наверное, прямо сейчас такое на повестке, это структурировать и собрать, как бы, весь опыт воедино, как-то его описать, рассказать, потому что меня все спрашивают, ну что, ну как, где фотки, а чего? А у меня этих фоток и видео просто десятки гигабайт. Вот, и хочется, чтобы это было, ну, интересно, чтобы это вдохновляло других людей и показать, что, ну, это действительно реально. И реально не только там для человека, который может один поехать, а даже для того, кому нужна там значительная помощь. Думал про Таиланд, ну, это то, что я слышал. Конечно, это все требует изучения, подготовки. Мне кажется, наверняка и там должны быть какие-то центры, которые имеют подходящий опыт, который позволил бы нам все осуществить. Это было бы комфортно и для меня, не вызывало бы каких-то лишних опасений у них. Требует, как бы, вопрос требует такого изучения и понимания, а где еще можно. И мне кажется, я бы, думаю, что с удовольствием бы приехал в Хургаду еще раз. Ну, как мне кажется, если у человека есть какие-то страхи, лично мне очень часто помогает, ну, пример других. Еще одна вещь, которая, ну, мне часто помогает справиться со страхом, ну, то есть, это борьба с незнанием, то есть, нужно понять, что именно тебя пугает и что именно тебе непонятно, незнакомо, и, соответственно, начать эту информацию искать. Если мы, допустим, возьмем пример с тем же дайвингом в Египте на Красном море, можно посмотреть, какие на YouTube есть ролики на эту тему, какие дайверы с инвалидностью ныряли и как ныряют. Есть ли, вот как в данном случае, какие-то центры, у которых есть подходящий опыт. Можно поизучать, посмотреть, какие есть отели, в которых будет комфортно гостю на инвалидной коляске. Поизучать, как добраться от аэропорта до отеля. В принципе, через все этапы я и проходил. То есть, также у меня был поиск адаптированного такси, и, мне кажется, одно единственное, которое есть в Хургаде, я и нашел. Да, мне кажется, с одной стороны, я вдохновлялся какими-то примерами, которые я находил. С другой стороны, я не видел именно условно пример человека, который, как мне кажется, условно в такой же физической форме, как я. И в этом плане я чувствовал такую ответственность первопроходца. То есть, было что-то сложновато, но это был такой вызов или челлендж, как можно было бы сказать. Показать, действительно, прорубить эту дорогу и вызов для меня, то есть, что я смог справиться. И также показать другим, что вот, действительно, это возможно. Пожелать каждому, кто когда-либо задумывается о каких-то интересных путешествиях, не бояться и, в первую очередь, искать возможности. Потому что барьеров и каких-то ограничений в голове и не в голове хватает. А вот чтобы найти какие-то возможности, это всегда определенная работа и определенные усилия. И я призываю никого не бояться искать эти возможности. А также помнить, что на свете полно людей, которые готовы вам помочь. Иногда они даже сами об этом не знают. Поэтому можно смело экспериментировать и пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok